Музыка Художники Зорины Владимир и Виктория хорошо известны в Петрозаводске, в Карелии, даже за ее пределами. По каким правилам живет эта семья? Сегодня об этом в нашей программе. Музыка Я вообще из очень большой семьи. У нас было шестеро детей, потом младшая сестренка умерла. У нас осталось пять. И сам я вообще из небольшой деревни, поэтому крестьянский труд мне с детства привычен. Честно говоря, я очень благодарен, что у меня такая судьба была, такие родители, что они приучили меня к труду. Для меня жизненные трудности, я их переношу. Деревня как называется? Карельская деревня? Нет. Вообще, это изначально там, где я родился, это глухая-глухая деревня. Для лесоругов была построена в Кировской области Лупья. Ну, я местная. Вот. И я вот вроде-то сюда и привезла. Вывезла. Переманила. Да, переманила. И здесь и моя мама родилась, и я родилась здесь, и люблю эти места. Мама была одно время директором художественной школы, и я училась тут. То есть у вас династия? У нас династия, да. А фамилия как у династии? Потому что вы же фамилию мужем? Да. У Кудряшовой. А еще раньше Дорофеевой. Ну, вот. Людмила Борисовна Кудряшова, она такая была тут тоже вот в области культуры. Такой известный человек, энтузиаст своего дела. И очень много чего хорошего сделала для художественной школы нашей, и для ребят, и многие ее тоже с благодарностью вспоминают. Ну, и я, конечно. Вы выросли в Петрозаводске? Выросла в Петрозаводске и поехала учиться вот в Питер. Познакомились через друзей. Вот у нас оказалось общие друзья. Ну, так вот мы как-то и познакомились. Как-то сразу встретились, сразу поженились. Да ладно, правда? Нет, ну, это уж не совсем так. Мне кажется, месяц. Не в один день. Подождите, подождите. Не в один день. Искорка, искорка, когда произошла? Не в один день. Так искорка, офф, искорка, когда произошла. Ну, как-то оно, понимаете, так легко и естественно получилось. Ну, как-то, да. Как-то вот так сразу все, раз и все, и мы вместе. Ну, вот, когда встречаешь человека, например, с кем-то очень сложно общаться, да, с другим там неприятно, с другим просто приятно, да. А тут было просто как бы вот-вот совершенно естественно. У меня было, например, сразу чувство, вот, знаете, когда присутствие человека в помещении, оно тебе необходимо. Не обязательно с ним разговаривать или еще что-то, но вот он здесь и сразу все, как-то все встает на места, наполненно становится. И чувство, что вот можно идти в разведку с ним, вот он думал, о, и все. Студенческая свадьба. Студенческая свадьба. Все с белого платья. Обязательно с белым оком. Конечно, все торжественно. Мы ездили в ЗАГС, там торжественно, по-моему, Мендельсон. Друзей много, да? Машина вот эта вот какая-то была. Чайка. Машина-чайка была. Крутая, старинная, старинная такая чайка. Теперь она очень старинная. Подружки сшили мне кофточку и юбочку. И все. Художественно. Да как-то все. Я бы сейчас лучше все придумала. Очень лаконичную, без всяких вот взоров. И я еще так думаю, практично думаю, ну что-то я вот похожу в платье и все. Поэтому у меня была юбочка и кофточка, чтобы я потом дальше могла с ними как-то жить. Практично. Да, вот как-то вот так вот практично подошла. А свадьба была очень веселая, потому что все же художники, все очень творческие ребята. Поэтому как-то было задорно со всякими розыгрышами, представлениями, какими-то танцами. Родители приезжали, конечно, и вот Володина мама, и брат, и мои мамы с папой были вместе. И помню, что мама и папа мне сказали, что ну все, дочь, мы за тебя спокойны, потому что у тебя такие хорошие друзья. Вот понравились лица ребят, которые вот были у нас на свадьбе. И мы, кстати, с ними дружим до сих пор. И вы отмечаете годовщину? Какая там сначала? Отмечаем. Вот вы знаете, мы стали отмечать 30 лет. До этого мы не отмечали. А вот когда 30 лет, меня вот просто пробило. Говорю, Вова, надо отмечать. Это уже дата какая-то. Дата, это число, между прочим, очень знаменательное. 15 мая. 15 мая. Это день семьи. Да, поэтому стало, да. Означили день семьи в этот день. И потом вы приехали в Петрозаводск. Ну, закончили. Да, мы по распределению. Владимира вы привезли с собой. Да, я приехал по распределению на Онежский тракторный завод, как дизайнер. А я была здесь с сыном, со старшим. И уже потом сразу ждала и младшего сына. Поэтому я как бы при нем была. Да, и жили мы тогда в рабочем чужитии на улице Варламова. Ну, эти воспоминания такие, не самые интересные. Как-то приходим, вообще дверь выбита в комнату. Потом бывает там… Не художественно как-то. Нет, ну там все как-то так было, да. Ну, мы были вместе, и все равно все это было, в общем, хорошо. И потом как-то все решилось с жильем более-менее. Когда появились дети, они же жили в творческой семье, да? Они пошли по вашей дорожке художества? Они пошли по нашей дорожке, да. Да? Младший сопротивлялся, но все равно не увернулся. Все равно этим не увернулся. Что значит «не увернулся»? То есть вы сидели и говорили… Нет, нет, нет. Мы не давили. Он попытался получить другие какие-то профессии. Вот. Но все равно сейчас занимается искусством. Все равно. Дизайном и прикладным искусством. Да. Ну вот он помогает, например, нам реализовать все наши идеи, потому что у него очень умные и толковые руки, очень смышленый, и поэтому он ловко владеет с деревом. И, в общем, у нас такое творческое, такое трио, что ли, творческое. Вот. Немножко про старшего сына. Он тоже пошел этим путем. Вот он закончил академию в Санкт-Петербурге Штиглица. И, кстати, у него композицию вел тот же самый преподаватель, что у меня, чудесный, замечательный. Вот. Но, например, у нас не так много, кто печатался в известном журнале «Нью-Йоркер», «Довлатов», еще кто-то. Да, да. И вот, например, у нашего сына Василия там была напечатана… Неская иллюстрация. Да. То есть мы как родители, конечно, гордимся. Или, например, там какая-то юбилейная марка была в Великобритании, да, там ему тоже заказали. Еще он участвовал в создании известного такого сериала «Любовь, смерть и роботы». Это Netflix киностудия. И вот 15-я серия они создавали вместе со своим другом. Вот. Так что у него такие серьезные… Вообще он занимается компьютерной графикой и созданием компьютерных игр. Творческая семья, она все-таки творческая. Очень часто творческие люди, именно потому что очень разные, экспрессивные, расстаются. Вы так долго прожили вместе, вы наверняка спорили. Наверняка что-то, кто-то отстаивал. У каждого своя точка зрения, как вы договариваетесь. Так а мы больше не спорим уже и давно. Ну, это сейчас, а сначала. А вы знаете, я с интересом стараюсь не мешать и наоборот удивляюсь на все эти Володины. И вы поддерживаете? И поиски, да, и во все новое. Нет, я только с восхищением вот это что-то новое начинает. Ну да, это же его жизнь. Мне это интересно то, что вот он делает. По характеру совершенно разные люди. Я вообще чудовищный перфекционист. Вилка строго на север, там еще что-то. Да. У меня это важно как-то. Вот. Но я так понимаю, что у каждого из нас есть что-то, ну… Свои тараканы. Да. Вот. Какие-то… У меня нет. Свои тараканы. Поэтому… У меня нет. У вас зато есть муки. Внуки есть, да. Виктория, кстати говоря, ведет занятия… С внучкой мы онлайн занимаемся. Ну вот сейчас вот уже месяц, наверное, не занимались, потому что началась у нее школа. Вот. И времени нет. А так вот все время, вот когда была пандемия, вот это наша, когда была изоляция. И когда все лето мы с ней онлайн занимались. Вот два раза в неделю. Ей очень повезло. Это мне повезло. Мне повезло. А что вы ей преподаете? Ну, естественно, мы вместе рисовали. Вот. Ну и что могла, я, конечно, рассказывала и поддерживала в ней вот этот интерес. У нее здорово получается. А вот на таком предпоследнем занятии она меня уже учила там чему-то рисовать. И она, конечно, очень яркая и очень такая… индивидуальность такая яркая. Вот. Поэтому тут ее просто можно что-то предлагать. А она выберет или не выберет еще неизвестно. Но сегодня вот у нас должен быть урок. И я хочу показать ей, как работать с масляной пастелью. Вот. Мы отправили посылку туда. Вот. И отправили материал. Вот. Посмотрите, как можно заниматься онлайн рисунком, когда ты не можешь взять вот ручку и ребенка и показать как надо. Да. Это было трудно. Да. Трудно. Но вот мы приноровились. Я что-то рисую сама на бумаге, показываю в камеру. Вот. Она мне показывает этапы своей работы. Что-то мы обговариваем, на чем-то вот она настаивает, я поддерживаю. Ну, конечно, я в основном поддерживаю ее вот какие-то интересы. просто, чтобы ей было хорошо. Ну, и вот. Ну, у меня просто такая еще корыстная цель. Но мне интересно с ней общаться. И вот интересно же узнавать. И все. И чтобы она знала, что это не просто я там с тетей там. Да. Здравствуй, как живет. Да. Что это вот такая. А то, что у нас вот такое вот интересное общее занятие. Приноровились, приноровились. Было непросто. Это точно. Классно. У Вики, можно я скажу, вот свои наблюдения. Мне кажется, она не только рисует, да, но и очень любит оформлять. Вот даже у вас там семейные обеды, и сервировка стола, и приготовление, и подача, и все это художественно просто. Ну, мне хочется всегда, чтобы было красиво. Мне кажется, что самое главное творение моей жизни, это все-таки все равно вся наша семья и наш образ жизни, который я стараюсь, конечно, чтобы нам было красиво. Для нас важно это. Ну, какая-то вот такая визуальная эстетика. Для нас важна. И важна во всем. И мелочей не бывает. Вот. И так же и оскорбляет, если что-то некрасивое. Так же это оскорбляет, как вот плохие слова. Вы о чем мечтаете? О чем мечтаем? О чем мечтаем. О чем мечтаем. Ой. Ну, что-нибудь сделать еще хорошее. Какую-нибудь выставку сделать интересную. Может быть, Володя бы еще создал еще какой-нибудь интересный объект в городе. Вот. Здорово. Может быть, еще внуки будут. Тоже хорошо. Вот. Ну, по-большему быть в активной творческой форме. Вот. Кстати, прогулки способствуют. Угу. Это. Ну, вообще, не знаю, это мечта не мечта. Просто планы, наверное, такие, которых у меня очень много. И в сотрудничестве с нашими финскими коллегами. Что сейчас сложно было. Этим летом было очень много интересного запланировано. И ничего не состоялось, к сожалению. Может, на следующее лето мы сможем привести очередной ленд-арт-фестиваль. Очень бы хотелось. Вообще, есть мечта как-то продвинуть наших художников в русский музей, например. То есть, вот в этом году удалось вывести, сделать такую серьезную выставку в Москве. В очень хороших залах нашего союза. Вот. И хотелось бы дальше куда-то продвигать, потому что у нас очень хорошие художники есть. Сейчас вот как-то получается так, что вот раз вот замкнулись немножко, и все. Ну, так, так, творческих планов тоже, конечно, много всяких замыслов. И некоторые делаются, некоторые просто пока в мыслях. Последние исследования показывают, что природа вообще, она, на самом деле, не безмолвна. Она живая, она мыслит, вот, она реагирует. Не только мы идем, например, взаимодействуем, что-то делаем с природой, но и природа тоже наблюдает за нами. Вот. И изменяется как-то. Не всегда в лучшую сторону. Ну, это к тому, чтобы мы не относились вообще к природе так бездумно, к природе, к животным. Потому что все-таки это такой единый организм. Это не проходит бесследно. Ну, и вот такой вот. Здесь мы делаем такие глаза, чтобы как бы обозначить суть этого. Уже после того, как мы записали эту передачу, Виктория призналась мне, о чем она мечтает. Она очень хочет, чтобы вся их большая семья, сыновья, внучки собрались в их с Владимиром доме за большим семейным столом. Это была программа «Правила семейной жизни». Я Светлана Воробьева. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова